Жуткая воня, постоянно лужи. Догадываюсь, конечно, что за лужи. Дикая вонь. Мы живем на первом этаже, мы детей выводим гулять. Воня постоянно здесь, в коридоре. Там, в подъезде, воня не пройти, не зайти, ни гостей, ни пригласить, ничего. Если вы можете как-то посодействовать решению вопроса. Вот она здесь сидит, вот сейчас здесь вот. Что случилось? А вы вообще где живете, можете сказать? Вот я живу. Никто меня не выгонял. Я люблю вот у этой батарейки посидеть, погреться. А в чем в квартире не сидите? Сейчас они уснули, я буду будить, мне жалко. Вот и все. А кто спит там? Дети спят? Там дочь и внучка. Зачем я буду будить-то? Я никого не тревожу, не стучу, не ору, не пью, не курю. Ну, она-то не беспокоит сама по себе, она спокойная. Но ванищина у нас тут, уже домой заходишь, потом дома аж нет. Ну, какая ванищина от меня? Ну, ну, а как же, откуда я знаю? Если от сутон прошел в этот утро. От сумок, может, или от себя. Ой, господи. Я вообще-то с пятой городской работала, вон, пятой городской. Вообще-то невозможно жить, как человек, а ее жалко. Невозможно жить, надо что-то делать. А знаете, что случилось? Что случилось? Почему она здесь, а не в квартире? Ну, это надо... Я выхожу, схожу в магазин. Это надо у дочери спрашивать. Ну, она вне себя, она лежала в психушке. Вот, она ночует здесь, она отправляется здесь. Что? Ты что говоришь-то? Что? Ты спишь здесь. Да я свяжу здесь батареи, погляд-плести. Ты спишь здесь. Вот, молодой человек, подключитесь тоже. Чего подключать? Я подушку ложу, и не так сплю. Сидя. Ну, давайте все выйдем и будем около батареи. И нам это не очень понятно. Хорошо, хорошо. Ты пишите, как отзывы? Я не буду сидеть. Раньше пусть ее надо определять. А вы к дочери не обращались? Ну, я не буду сидеть. Ну, дочь еще не отзывайте, чем мама. Не буду ли увидеть. Сейчас она не разговаривает, она орет, просто кричит. Я красиво одевалась, симпатичная была. Что потом случилось? Вы что? Ну, я не знаю, что случилось? Скандалы у них в семье начались, она просто... На нервной почве, дочь не работает, дочь потеряла работу, естественно, все на ней, она пенсионерка. Мы русскандалы, учились за это, я давала работу. У вас одно просит, чтобы сходили помыли. Больше от вас ничего не просят. А ее что, даже не пускай помыли? Почему пускают, она не идет? Конечно, она же не идет никуда. То есть она была, вы говорите, осенью... Силой ты ее же не затащишь. Вот что я слушаю, а? Вот кого вы слушаете, здравствуйте. У меня есть справка. Я вам объясняю, все знают, сколько я ору, сколько раз ты в день стучишь, и сколько я раз тебя ору. А при чем ты? Я клянусь, могилу своего отца, я тебя затаскиваю. Ты что, не орешь? Вы не смеете? Да хочу, я тебя сидеть. Помойся, переоденься, иди. Она сама не хочет, да? Она сама не хочет. Вот клянусь, могилу своего отца. Как он умер, она издевается, издевается, издевается. Я самостоятельный человек, у меня документов дуры нет, вы чем там не пристали? А куда ее возили? А, даже почти год. Я, короче, вызывала несколько раз в психиатрическую больницу, ну, вы видите, бригаду. Четыре раза я вызывала, один раз сестра моя, у моей сестры двоюродной была. Но они долго едут, часа по полтора, час сорок. Она успевала, как чувствовала, убегала. У нее есть синдром бродяжницы, как потом, у меня есть справка. Вот. И вот один раз я позвонила через МЧС, 7 или 8 сентября. Я прям попросила слезно, говорю, давайте быстрее, пока она здесь встает. А время уже, где-то час ночи, что ли. Ну, поздно уже было. Я чуть не нынела. Ей руки связали, вытяните руки, ей связали скотчем. И она без шума пыли, мы сели в машину, приехали. Ты с ней, да? Да, она всю дорогу вот так вот брехала. Там они, конечно, сидели вот так вот, врачи. Они ее там переодели, помыли. Ну и все. Потом, значит, звоню, узнаю. Диагноз по телефону не говорим. Вы привезите вкусняшки и теплые вещи. Я говорю, ну что у меня там с матерью туда-сюда. Она сказала, что мы ее вылечить не можем, так как она, ну, как считается, небуйная. Вот. Значит, вы ее забирайте. Я расплакалась и говорю, что я буду делать. Она ходит. Она вот может уйти, вот мы с сестром перезваниваемся, она говорит, у меня ночует. Она, правда, вот купается у сестер вот. Ходит там вот, она купается, приоденется, все. А кушать вот она, типа, сядь поест. Я не выносила ее раз в сутки, побоялась, что она в обоих упадет. Я что тебе какую писью? Ну, короче, мне врач написал направление к участковому психиатру. Вот, она говорит, мы ничего, это все, это до конца жизни. Ну, а что делать? И врач развернулся, ушла. И она мне сказала, это неизлечимо. Это старческое слабоумие, это деменция, это синдром братья. Я говорю, а на кое-что? Заели меня где-то, что я стою? Правильно. Стоишь, что ты стоишь? А где уходить лучше? Пошла и погуляла. Погуляла. А ну, когда мне надо. Когда люди, к людям можно прийти, а не то что. А там сидеть, ну да посмотри, что. Снимаем бродяже.